МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доме правительства обсудили меры по противодействию наркомании. Как в республике борются с угрозой национальной безопасности и что поможет поставить заслон преступлением. Подробности у Дмитрия Ковалева. Пресечено порядка 300 преступных фактов. Из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов психотропных веществ. В этом году реальные сроки получили члены ряда ОПГ, перекрытый канал избыта. Спокойной жизни распространителям наркотиков в республике не обещают. 31 января текущего года окончено предварительным расслевом главного дела в отношении к преступному сообществу в составе 20 участников, совершивших 73 особо тяжких наркопреступления, и организованной группой в отношении трех лиц, совершивших 52 особо тяжких преступления. 26 апреля этого года в городе Чебоксарск судом вынесен обвиненный приговор в отношении участников преступного сообщества в составе 15 граждан Украины и шести граждан России. Они признаны виновными в совершении 156 преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 9 до 12 лет. Здесь мы должны тоже страх наводить. Все эти нарушители, все эти распространители сегодня выявляются на территории Чебоксарской республики и привлекаются они к ответственности. Расслабляться не следует. Наркотики все чаще реализуют через интернет. В группе риска молодые люди, особенно студенты вузов. Стремясь заработать легкие деньги, они становятся распространителями психотропных веществ. Незаконный бизнес повлекают и подростков. Мы каждый день фиксируем рост числа совершивших преступлений у нас на 13,6% среди несовершеннолетних. Они воруют в магазинах у нас. Мы каждый день ловим их. Это что, заработок в этом плане? Это просто беда. Есть риски, есть угрозы среди несовершеннолетних, потому что их вовлекают. Есть мотивация. Отдельно зарабатывают хорошие средства по разным схемам. И с этой точки зрения мы не имеем права терять бдительность. И все силы, все средства, и человеческие, и моральные, и материальные должны быть направлены на борьбу с этим злом. Уже в сельских районах идет распространение. Значит, есть люди, есть там, которые занимаются этими интересными делами, кавычки говорю. И это уже целая проблема. Гарантий же нет, что в соседнем сельском районе тоже не появится. Но тревожные звонки порой поступают слишком поздно. Часто подростков, вовлеченных в наркобизнес, ловят с поличным. Хотя преступные факты можно было и пресечь. Профилактика выходит на первый план. Главную роль отводят школам и колледжам. В настоящее время наркотические посты созданы в 412 школах республики. Еще 16 действуют на базе техникумов и колледжей. Целью работы наркопостов являются первичные профилактики социально-негативных явлений в сфере обучающихся с помощью организации простудительской работы. Наиболее одним из масштабных и массовых мероприятий в сфере профилактики с двух проблем наркопискотерными веществами является республиканская акция «Молодежь за здоровье и образ жизни». Проведено более 10 тысяч мероприятий в школах, во всех учебных заведениях. Учителя, директора школы должны работать над этими вопросами вместе с нами, значит. И с этой точки зрения работы здесь очень много еще впереди. В борьбе с нарко-угрозой возрастает и роль трудовой реабилитации. В МВД Чувашии предлагают опробировать и опыт других субъектов. На наш взгляд заслуживает внимание опробирование. В Казани модель целенаправленная, трудоустройство. Нам не нужно масштаба таких денежных средств, которые там нужны. Порой некоторая работа, она не деньгами сопряжена. Новые модели профилактики и эффективное взаимодействие заинтересованных сторон должны помочь поставить крепкий барьер нарко-угрозе. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. С 1 июля жители республики ждет традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Сколько теперь надо будет платить за воду, свет и газ в нашем материале? 3 рубля 25 копеек за 1 киловатт в час из городского населения и 2 рубля 28 копеек сельского населения и жителей многоэтажек, где установлены электрические плиты. Новая стоимость за потребленную электроэнергию. Кубометр газа будет стоить 5 рублей 53 копейки. А вот тарифы на воду и теплоснабжение, а также водоотведение в каждом муниципалитете свои. Для каждого поставщика, для каждого ресурсника свой тариф. Зависит это от многих факторов, в том числе от технологического цикла, от наличия того или иного оборудования. Зависит от того, насколько это оборудование старое или новое. В среднем по республике рост тарифов на теплоснабжение равен 3,6%. На водоснабжение и водоотведение 4,1%. Но есть муниципалитеты, где цена за последние услуги вырастет на 12%. К примеру, в Канаше. Была необходимость реализации инвестиционной программы в этом городе. Все слышали те проблемы, которые в прошлом году наследили этот город. В части непоставки услуг водоснабжения, бесконечные аварии на водопроводе. Реализация программы рассчитана на два года. В Канаше модернизируют и реконструируют объекты и сети холодного водоснабжения на сумму более 12 миллионов рублей. Сейчас эти работы уже проводятся непосредственно на территории города Канаша. Мы эту ситуацию тоже мониторим в ежеквартиальном режиме на сегодняшний день. Ну и соответственно, если вдруг так получится, что у нас организация не будет выполнять свою программу инвестиционную, мы всю информацию предоставляем нашим коллегам по службам по тарифам. Они уже в последующий период регулирования снижают тариф на воду. В среднем по республике плата за коммуналку вырастет на 3,9%. С 1 июля также изменятся республиканские стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий. На соцподдержку в сфере ЖКХ с бюджета республики выделено почти 2 миллиарда рублей. Люготами уже воспользовались более 300 тысяч человек. Катяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. О благоустройстве, работе общественного транспорта и замене лифтов. Сегодня глава администрации Алексей Ладоков отвечал на вопросы горожан. На прямую телефонную линию поступило более 50 вопросов. Один из первых звонков про строительство детского сада. Когда все-таки в Синственном районе появится до школы оборудования? Если в этом году будут выделены дополнительные средства, то мы начнем конкурсные процедуры в этом же году. Если в этом году не будет, то будем ждать решения по 2019 году. При утверждении бюджета, при утверждении федерального бюджета. То есть окончательная ясность будет, я думаю, осенью, зимой. Но мы работу ведем в этом направлении. Знаем, насколько востребован детский сад в 14 микрорайоне. От своих планов не отступаем. Отметим, что в следующем году в Чубаксарах откроются 10 детских садов. Деньги на их строительство поступят по двум федеральным программам «Жилище» и «Развитие образования». Благодаря этому до обозведутся микрорайоны «Соленоя», «Новый город», «Университет», «Кувшинка», «Солнечный садовый», а также поселок «Сосновка». Что касается Садового, то жители жаловались, что здесь не хватает не только садиков, но и магазинов, и общественного транспорта. С 1 декабря мы планируем внести изменения в организацию пассажирских с перевозом. Начальнику транспортного отдела поручу созвониться с вами, выслушать ваше мнение и довести до вас, что будет с 1 декабря текущего года. В продолжение темы. Вопрос о работе информационных табло на остановках общественного транспорта. Вечером мы с сыном возвращаемся в тренировки. Отходим к остановке, информационные табло пустое. Есть, например, какая-то маршрутка, одна или две маршрутки. Общественного транспорта, то есть четырех троллейбусов и одного автобуса, ни одной строки по табло нет. Наталья Ленина, вопрос понял? Ага. Все проверим? А вот жители некоторых домов в северо-западном районе уже 4 месяца активно занимаются ходьбой и не от большой любви к спорту. У нас сейчас на остановке отключили лифт, чтобы поменять нам новый лифт. И вот до сих пор уже столько времени не прошло, мы не можем добиться, чтобы нам лифт подключили. По предварительным данным на следующей неделе планируют включить, но мы свяжемся еще раз. Это вы мне говорите уже? Я вам говорю, да. Да, да. Мы свяжемся с собственником, с Лукшиным Алексеем Юрьевичем. Это значит, мы будем подключить еще дополнительно? Нет, вам ничего не надо делать. Так. Мы постараемся в ближайшее время запустить лифт в вашем доме. Спасибо вам большое. Немало вопросов о благоустройстве дворов и общественных территорий. К примеру, жители дома по улице Ислюкова, 16, просили заасфальтировать территорию на детской площадке, чтобы дети смогли играть в баскетбол. Сити-менеджер обещал выполнить просьбу в течение 10 дней. А вот жители Новоюжного района мечтают, чтобы столице обустроили парк педагогов. Мы в свое время представляли проект с инсталляциями с педагогической символикой. То есть, как бы вход в этот сквер, обозначающий именно статус педагога и так далее. По педагогической символике, главный архитектор сказал, общая стоимость около 10 миллионов рублей. Считаю, что это довольно высокая стоимость для этого направления. Мы действительно благоустроили эту территорию в прошлом году и планируем ее благоустраивать в этом году. Но в проекте, который прошел экспертизу, в проекте, который мы выставляем сейчас для проведения конкурса и определения подрядчика, педагогической символики не предусмотрены. Сейчас эта территория активно благоустраивается. В этом году появился новый скейт-парк, яркие детские площадки, удобные скамейки, светильники. Здесь любят проводить время и дети, и взрослые. Галина Титарчук, Валерий Резюков, Республика. 22 и 27 июня в Чувашии утонули три ребенка в возрасте от 5 до 8 лет, которые остались без присмотра взрослых. По данным фактам, Следственный комитет Российской Федерации по Республике проводит доследственную проверку. Сразу два трагических случаях на водоемах с детьми произошли вечером 27 июня. Один из них имел место в Красночитайском районе, где пятилетняя девочка утонула в искусственном водоеме размерами 8 на 8 метров и глубиной около полутора метров, который был вырод в дальней части огорода домохозяйства, где она проживала со своими родителями. Другой случай имел место в Цивильском районе, где шестилетний мальчик без присмотра взрослых пошел на речку Унгу, которая протекла неподалеку от населенного пункта, где он проживал, и, зайдя в воду, утонул. В обоих случаях дети купались без присмотра взрослых, причем дети не умели плавать. А 22 июня недалеко от Новочебоксарска в реке Волга утонул 8-летний мальчик. Он также находился там без взрослых. По всем указанным фактам, следователями Следственного комитета проводятся доследственные проверки и установятся все обстоятельства произошедшего. Каких-либо данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере произошедшего не имеется. Назначены необходимые судебные экспертизы. В связи с установившейся в нашей республике жаркой погодой Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации Почувашской Республики призывает всех родителей, а также лиц, на чьем попечении находятся дети, быть предельно бдительными и не оставлять своих детей ни на минуту без присмотра в том случае, если в шаговой доступности от места их жительства находятся водоемы. Необходимо помнить, что вода не прощает ошибок ни взрослым, ни детям. Предупредить несчастные случаи на воде. С наступлением жары по Волге начали курсировать спасательные катера. В профилактический рейд с сотрудниками МЧС отправилась и наша съемочная группа. На улице за плюс 25 многие ищут спасения от жары в воде. Инспекторы Гимска всегда на стороже, купающихся в море. Но многие даже не понимают, что подвергают свою жизнь и жизнь своих детей опасности. Сотрудники МЧС раздают отдыхающим памятки о том, как вести себя на пляже и в воде. Делитесь, пожалуйста, на внимание. Памятку вам по безопасности, как видите, ребенка не оставляйте без присмотра. Дети постоянно смотрят. Да, потому что смотрим, один стоит, дети гибнут у нас очень часто на воде. Не отвлекайтесь, пожалуйста, очень забывают родители. Даже в местах, где купаться разрешено, нужно помнить о безопасности. Эти правила МЧС напоминает постоянно. Не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра. Конечно, мы знаем правила поведения, мы присматриваем. У нас в жилетах дети купаются и с кругом. За теми, кто нарушает границы пляжей и заплывает далеко от берега, обязаны следить спасатели. На левобережном городском пляже их дежурит трое. Все хорошо, нарушений нет. Бдим, смотрим, наблюдаем. В разгар летнего сезона сотрудники МЧС призывают людей быть внимательными и соблюдать осторожность во время купания. В течение недели только, как наступила жара, мы имеем по республике 8 человек погибших в результате утопления. К сожалению, из этих 8 человек трое детей у нас, 6 и 9 лет. Чаще всего несчастные случаи происходят на диких пляжах и в сельских поселениях. Ведь на необорудованных местах нет спасательных постов. Кроме того, дно водоемов и качество воды никто не проверял. Я настоятельно рекомендую нашим гражданам пользоваться именно оборудованными местами. Потому что в таких местах всегда людно. Есть люди. Случись беда какая, плохо себя почувствовала именно в воде или что-нибудь такое, всегда придут на помощь. Катер бороздит воды Волги. Инспекторы ГИМС проверяют и владельцев маломерных судов. Государственная инспекция по маломерным судам. Государственный инспектор шум документов, пожалуйста. От нормы стабжения у вас спасательные жилеты вижу на вас. У нас конец Александрова. Уже есть. Подобные рейды сотрудники МЧС выходят ежедневно. Но важно помнить, что главным спасателем для человека всегда остается собственный разум. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Как организован детский отдых летом в Чувашии и насколько он безопасен? Этим вопросом продолжают задаваться члены общественного совета премвд по Чувашии. Правоохранители и активисты продолжают встречаться с детьми и проводить профилактические мероприятия и акции. На этот раз общественники провели экскурсии для воспитанников социального центра в Чебоксарах. Подробности далее в сюжете моих коллег из пресс-службы МВД. Первым делом воспитанники социального центра отправляются в парк имени космонавта Николаева. Ребят встречает представитель общественного совета премвд по Чувашии Георгий Богуславский. В зауголке, которым он заведует, обитают 27 различных видов животных и птиц. В вольерах и клетках нашлось место не только диковинным питомцам. Здесь есть и хорошо знакомые детям домашние животные. Со всеми из них подростки пытаются найти общий язык. Вы все добрые птицы. Спасибо. Посещение живого уголка проходит в рамках акции «Каникулы с общественным советом». На этот раз стражи порядка и общественники решили не идти к детям, а пригласить в гости их. Действительно здорово, когда дети проводят время не в стенах, не за компьютером, не в стенах дома, не в стенах учреждений, а проводят его на свежем воздухе. За это время, естественно, ребенок успевает оздоровиться, подготовиться к школьному сезону, получить заряд здоровья, бодрости. Затем гостей ждали в музее МВД по Чувашии. Здесь экскурсия не менее увлекательная, потому что собрана большая коллекция редких экспонатов, посвященных истории русской полиции. Было очень интересно. Сегодня мы побывали в зоопарке, увидели много разных животных, больше всего понравились павлины, кролики, еноты и альпака. С начала лета сотрудники полиции и общественники уже успели посетить ряд детских лагерей и социальных центров. Под их пристальным контролем – организация отдыха школьников и обеспечение безопасности. Такие встречи продолжатся до начала учебного года. Свежие спортплощадки в городе. Продолжается муниципальная программа по ремонту и строительству спортивных объектов Чебоксар. Как прошла выездная проверка и почему жители Сосновки остались без места для занятий спортом, расскажет Ирина Волкова. Здесь должно быть бесшовное спортивное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Но что-то пошло не так. Площадкой в школе номер 10 в Сосновке занималась подрядная организация «ЮМАН». Сроки ввода в эксплуатацию истекли, а претензии остались. На эту площадку выпускать детей небезопасно, потому что есть множественные наплывы, разрывы, отслоение резины от асфальтового покрытия, что, естественно, может повлечь травмы за собой. И мы считаем, что мы приняли единственное правильное решение, расторгнув контракт с таким подрядчиком. Сейчас подрядная организация и администрация ведет претензионную работу. Специалисты привели экспертизу, ожидается их заключение и решение арбитражного суда. А жители Соленова совсем скоро смогут опробовать свежее искусственное покрытие. Осталось установить ворота и мини-футболу в Соленом быть, а зимой катку. Здесь инструктор как раз по месту жительства, он будет и ухаживать за этим полем. Зимой он будет чистить его, а летом мы будем предпринимать меры для того, чтобы эту траву чесать, для того, чтобы она была в хорошем состоянии. Новые спортплощадки в городе обустраивают по муниципальной программе. В прошлом году их построено три у школ и две во дворах. В этом году будут подготовлены футбольные поля на базах школ 56 и 27 во дворе домов номер 14-16 по проезду с Олиноя. Единственное отличие у школьных площадок металлическое ограждение во дворах – хоккейные борта, чтобы зимой использовать площадку как каток. В остальном они схожи – футбольные ворота, искусственный газон. А вот живую траву сейчас выращивают на стадионе «Спартак». Поливка три раза в день из-за жары – особый режим подравнивания и удобрения, чтобы ростки окрепли и смогли дольше прослужить и безболезненно перезимовать. Когда маленький ребенок, вы всячески ухаживаете, чтобы в последствии, когда он стал взрослым человеком, соответственно, иметь возможность уже упустить самостоятельное плавание. Аллегория данная наиболее полно характеризует именно рост данной травы. Когда она маленькая, когда она не крепкая, не скашивается, дает ей большую степень роста. Сейчас трава подросла до 5 сантиметров, и через 2-3 недели ее подровняют до нормативных двух. Вообще «Спартак» пережил полную реконструкцию. Весь комплекс обновился и внешне, и внутренне. Раздевалки, пресс-центр, трибуны, освещение – вся инфраструктура готова. Общий объем финансирования – более 130 миллионов рублей. И само собой на поле футбольная команда «Спартак» будет принимать домашние матчи. Весь стадион обустроен согласно стандартам FIFA. Ирина Волкова, Сергей Исаев, Республика. На прищепках и веревках в Чебоксарах в пятый раз прошла выставка «Фотосушка». Фотографии на веревках чередуются с сушками. Вот так организаторы отразили название фотовыставки. Свои снимки представили около 40 молодых фотографов-профессионалов и любителей. Некоторые из них участвуют впервые. Я узнал об этой фотовыставке из-за поста ВКонтакте. Я увидел у подруги и решил поучаствовать. Потому что я же посмотрю на другие работы. Возможно, смогу что-то перенять от них, какой-то опыт получить. Конечно, я считаю, что это правильно. Жизнь Чебоксара через призму фотокамеры показали в нескольких тематических блоках. Городские мероприятия, природа, портреты, животные. Отдельно выделили фотографии с форума «Молгород». На выставке организовали мастер-классы и фотозоны. Цель данного мероприятия, во-первых, возможность молодым перспективным фотографам реализоваться, показать свои работы, а также возможность молодежи и вообще горожанам увидеть себя на фотографиях. Любую понравившуюся фотографию можно было забрать с собой, но только в конце выставки. Фотосушка проходит во многих городах России. Впервые этот фестиваль по обмену фотографиями прошел 8 лет назад. И за это время собрал более 45 тысяч участников. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика. Это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра.